Последний год власти усиленно работают над урегулированием работы маркетплейсов. Это связано с динамичным ростом онлайн-торговли и ростом числа исков потребителей к платформам. Сейчас депутаты готовят масштабные поправки, которые должны исправить несовершенство действующей системы регулирования отрасли электронной коммерции. Обсудим эту тему с экспертом. На связи со студия сегодня руководитель компании Proxy, судебный эксперт, финансово-экономическая экспертиза, кандидат наук Юлия Старцева. Юлия, здравствуйте. Приветствую. Как вы оцениваете данную инициативу? Вы знаете, по данному вопросу действительно назрела сейчас такая ситуация, что нужно законодательно урегулировать и прежде всего урегулировать само понятие, что такое маркетплейс. Что это? То есть это магазин, это каталог или это самодостаточная площадка, которая продает в том числе и свою продукцию. Хотя очень странно звучит, маркетплейс продает свою продукцию, лично для меня. То есть она всегда позиционировалась как площадка, интернет-площадка для е-коммерции, для других селеров. И здесь, пожалуй, все будет зависеть от того, как законодатель утвердит само понятие, что есть маркетплейс. Если маркетплейс приравнивают к торговле, к производителям, тогда, конечно, возможно и регулирование, и ответственность за те продукты, которые будут продаваться на маркетплейсах. Если законодатель утвердит, что это как каталог, площадка информативная, тогда, естественно, будет ответственность на качестве и сертификации товаров лежать на северах. Вот то есть само понятие нужно исходить из того, как законодатель определит, что такое маркетплейс. Юлия, самый главный вопрос. Если инициатива будет принята, данные возможные поправки, количество продавцов, которые сегодня работают на маркетплейсах, будет снижаться или нет? Мое мнение, что снижаться не будет, так как законодательство было сейчас внесено и Единой России, и КПРФ в связи с участившимися судебными исками как раз продавцов к маркетплейсам. От того, что, предположим, различные акции, изменение условий договора, маркетплейс делает в единоличном порядке и не придерживаясь законодательства, что один раз в квартал. Бывает так, что серверы приходят и видят в своих кабинетах изменения, о которых они узнают просто с площадки. Юлия, спасибо большое за вашу экспертную оценку. Я напомню, на связи со студией была руководитель компании Proxy Юлия Старцева, и мы обсуждали возможные поправки для маркетплейсов.